Всем привет! Я надеюсь, что жопа-день вчера закончился, и сегодня начинается отличный новый период после паута. Видите, отличные и красивые цветочки, и это цветочки для Виктории Петровой, которая сегодня, мы встретимся с ней утром на радиоэфире, на радио Медиаметрикс, и будем говорить об эффективности американского дня в сегодняшний день рождения. Это у нас прямой эфир. Видео и аудио сразу. Ну что, друзья, идем в студию, в нашу прекрасную студию, где уже сидит, здрасте, Виктория Петрова, с цветочками. Да, и добрая и милая Маша настраивает все, что нужно. Здрасте. А вот, собственно говоря, и наша секретная студия, кухня, как делается радио. Да, вот сейчас мы начнем, собственно, смотрите нашу трансляцию, а потом мы продолжим. Так, эфир завершен, и мы сейчас с Викторией сфотографируемся. У них два слова буквально об эфире. Мне очень нравится студия, я обычно сюда приезжаю, всегда с большим удовольствием. Мы бывшие, мы вообще очень рады. Да, спасибо, друзья. Ну и что, все-таки, все, что ты делаешь сегодня, это будет, я не делаю. Затроник, а вот я не помню, я уверен. Уверен, люди – это главное. Ну что, друзья, вот день идет, продолжается. Сейчас была очень интересная беседа с моими друзьями и партнерами. Я представляю тебе, Павла. Всем привет. И мы с Пашей сейчас много разговаривали о делах, о работе, о разных интересных вещах. Поэтому, как у тебя дела? Ну, вообще, отлично, когда Рома приезжает, все всегда хорошо. Мне Рома, я как вижу, у меня всегда хорошее настроение. Все, он скажет, у меня был вчера жопа-день. Жопа-день? Да, был вчера жопа-день, потому что все валилось из рук, еще не работал. Но сегодня у него не жопа-день, по крайней мере, потому что он приехал с отличным настроением. Мы два часа поговорили про наш бизнес, про его бизнес. Мы дали друг другу много разных сцен, рекомендации. И вообще отличная встреча получилась. Спасибо тебе, Павла. Да, Роме, тоже спасибо. И, кстати, бьем пьем сафон. Между прочим, я никак не могу сподвинуть Пашу на то, что он должен с ним обязательно спрагнуть сюда папу. Да. Мои дети безумно любят эти маленькие видео, которые есть в интернете, да. Ну, а папы взрослые ждут от Паши и хороших новых проектов. Обязательно, да. Давай нам обещаем это разъем. Стартанем в декабре. Ну, все, любишь? Да, пока. Пока. Вот. То есть кухне легче продать, чем дома. Друзья, какая красивая площадь трех вокзалов. Ярославский, Ленинградский и Казанский. Конечно, на фоне Казанского вокзала отдельно выдвигается Шпиль. Раньше это была Ленинградская гостиница, теперь это Хилтон. А сзади еще и новый офис Росбанка. Ну, вот такая прекрасная и красивая площадь трех вокзалов. Это станция Комсомольская. И интересно, я сейчас покажу момент. Смотрите, вот эти кабинки. Сейчас они пустующие. Раньше это были телефонные автоматы, где можно было позвонить. И насколько быстро растет цивилизация сегодня. Для того, чтобы позвонить, нам нужно просто достать мобильный телефон. Ну, собственно говоря, вот самое интересное, что я увидел сегодня на станции Комсомольской. Сегодня вечер продолжается на Лубянской площади. Смотрите, это как раз улица Никольская. В одном из видео на прошлой неделе я вам рассказывал о ней. А теперь хочу показать прекрасные панорамы Лубянской площади. Конечно же, основой является Центральный детский магазин, Центральный детский мир. А дальше все силовые ведомства. Раньше здесь стоял памятник Кожинскому. Институт. И также вдалеке виден политехнический музей, который сегодня на ремонте. Вот на этой стороне находится фарш. Лучшая бургерная Москвы. А мы с вами пойдем сейчас в самый модный коворкинг Москвы. Кабинет-лаунч. Что мы будем там делать сейчас с очень интересными людьми? Мы будем обсуждать стратегии развития. И вообще получается, что выводом сегодняшнего дня является следующее. Что такое стратегия? Стратегия – это некое представление о видении. Причем большинство компаний, даже если они не имеют зафиксированной стратегии, она у них есть в головах собственников. Поэтому моя цель – помочь достать эту стратегию из головы, переложить ее на бумагу, внести ее как вирус из фильма «Начало» в головы топ-менеджеров, а уже потом, когда он прирастется там и даст свои входы, топ-менеджеров донесут до своих подчиненных. Поэтому миссией сегодняшнего дня будем считать возможность создания стратегии как персональных, так и, собственно говоря, корпоративных. Ну, что ж, за работу. Интересная переговорная в кабинет-лаунч. Видите, очень приятные чай, кофе, картины и телевизоры. И, собственно говоря, вот именно так выглядит офисное пространство в этом замечательном переговорке. Ну, пойдемте чуть-чуть дальше и посмотрим, кто здесь, как здесь работает. Приятные такие места, где рабочие места, кабинеты, переговорки, собственно говоря, все располагает к максимально эффективному, лучшему рабочему пространству, для того, чтобы находиться здесь, что-то новое и, конечно, встречаться с ними. Улыбаюсь, потому что получил отличную смс-ку по результату своей встречи. Собственно говоря, с кабинетом сегодня все, сейчас иду еще на одну встречу, и потом будет маленький перерыв и домой. Оттуда электронный справочник, говоришь, что трамвайчик идет через 5 минут. Проверим, насколько система работает. Собственно говоря, мы путешествуем в трамвай. Очень весело и интересно. День подошел к концу и хотелось бы сделать несколько выводов, на мой взгляд, очень важными для меня в том числе. Первое. От Виктории Петровой. Ее поездка по бюлзованным компаниям Америки показала нам, что основная ценность все же – люди. Как бы нам тяжело не было примириться с этим, в российской ментальности и нашей иерархии, люди являются основной ценностью любой компании. Об этом можно говорить де-факто. Но вот до юра придерживаться ценности, что люди для тебя являются важнейшим активом твоей компании – это сложно. В чем главная проблема? В неверии топов, которые много лет работают в компании, в том, что люди могут быть действительно ценными. И они готовы вам привести тысячи и тысячи причин, почему это произойдет. Я для информирования вам расскажу следующую историю. Американские исследователи… Эта история может иметь разные вариации, и кто-то, может, ее слышал раньше, но все же. Американские исследователи провели исследование. В клетку с обезьянами подвесили бананы. Соответственно, поставили лестницу, по которой обезьяна может забраться для того, чтобы достать эти бананы. И в то же время поставили смотритель, который должен был делать очень простое действие. Как только обезьяна залезала на лестницу, чтобы достать бананы, до секунды того, как она протянет лапу или руку, они же обезьяны, наши родственники. То есть, должен был включить холодную воду из шланга, чтобы у нее пропало желание это делать. Несколько попыток обезьяна сделала на следующий день, и она поняла, что любая попытка по инстинкту Павлова будет облита холодной водой. Соответственно, желания доставать бананы нет. Почему? Потому что она будет облита холодной водой, значит, негативный опыт восприятия. Убрали обезьяну, которая залезала на лестницу, подсадили новую. Как вы думаете, они стали залезать? Нет? После того, как сменили всех обезьян, лестница оставалась, но бананы не доставались обезьянами. По одной простой причине, что существовало устойчивое заблуждение или, как их называют, устойчивые штампы и ограничения, ограничивающие штампы и убеждения, которые мешают достижению целей компании. Именно это и является главной причиной. Задумайтесь об этом. Насколько в вашей компании существуют ограничивающие штампы и убеждения. На мой взгляд, в каждой компании их предостаточно. Ваша цель, как собственника или как директора, своими силами, своей мощностью, своего уровня и администрирования искоренять не позволяет им существовать. Только жесткая воля собственника. Итак, люди, главная цель, по мнению Виктории Петровой, при условии четко прописанных правил. Правил, которые вы должны исполняться в компании. Это не правила про корпоративную культуру, они нигде их не фиксируют. Точно так же, как написано в книге «Астарбакс», «Делание только в кофе», что ни в одном документе «Старбакс» не зафиксированы правила корпоративной культуры. Лишь каждый человек старается сделать что-то, чтобы в организации было лучше. Но правила исполнения работы и повышения эффективности и производительности труда. Второе. Так как мы говорим, что самая главная цель – люди, то люди вызывают конфликты, люди вызывают напряжение, люди вызывают вопросы, связанные с их управлением. Как с этим решать, я уже сегодня говорил, то лучший, на мой взгляд, инструмент – это стратегическая сессия между людьми. Стратегическая сессия – это подвид совещания, который позволяет вам достигать нужных, правильных вам целей. Объединять позиции, находить решения, связывать разные точки зрения, поиск новых альтернатив и так далее. По сути, любое совещание можно сделать в виде стратегической сессии. Мало того, когда люди с разными позициями, с конфликтными ситуациями, стратегическая сессия является одним и лучшим инструментом. И чтобы сделать из этой стратегической сессии реальный инструмент, доступный большинству российских менеджеров, я постараюсь запустить в ближайшее время новый проект, связанный как раз со стратегическими сессиями, с чем я сегодня обсуждал со своими партнерами компании «Конректолог». Очень рекомендую вам эту компанию с точки зрения продвижения и реализации вашей стратегической сессии. Следующая очень важная идея. После встречи с одним очень интересным человеком, моим другом, он мне сказал очень важную фразу. Люди не кидают нас. Просто другие люди, ввиду отсутствия времени и ввиду отсутствия необходимых на то установок постоянно контролировать свои обязательства, дают право другим людям игнорировать их интересы. Вот, собственно говоря, важнейший постулат, с которым бы мне хотелось сегодня завершить этот день. Старайтесь сделать так, чтобы никто не мог игнорировать ваши интересы. Находите время, находите возможности отставить свою точку зрения там, где это необходимо. И хорошего вечера. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok